всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в испании очень любят свинину во всех своих проявлениях в испании умеют выращивать свиней и чуть ли не для каждой мышцы есть парочка-троечка своих определенных наиболее подходящих ним вариантов я собираюсь сегодня показать рецепт для совершенно определенного куска я регулярно эту часть покупаю когда котлет хочу накрутить когда колбасу готовлю нравится нам не решил показать вам один классический испанский рецепт полез в google чтобы посмотреть как правильно эта часть на русском называется он мне ответил секреты иберика это иберийский секрет больше того скажу вчера пересмотрел половину на русскоязычного интернета и так не нашел чтобы в русскоязычном сегменте русскоязычные мясники как-то отдельно эту мышцу вырезали видимо считает бросовым мясом и отправляют на переработку вместе с салом причем самым дешевым салом и так где она находится представьте себе такого крепкого хряка такого у него есть две передние ноги на себе не показывать да ладно так вот вот передняя нога на испанском называется палета и вот здесь вот в этом месте под слоем сала есть плоская довольно широкая мышца толщина ее обычно полтора два три сантиметра зависит от размера хряка размер ну как две ладони наверное примерно вот он ставочка здесь с передней ноги уже срезали все сало и теперь вот с этого сала мясник срезает эту самую мышцу есть какая она короче в магазине вы вряд ли и найдете отдельно но по крайней мере в россии я ни разу не встречал такого способа разделки поэтому идите на рынок просите мясника при вас раздел переднюю четверть свиньи шеи у него возьмете задорого на шашлык он будет рад лопаточную часть на котлеты не забудьте поторговаться лопатка на подешевле шеи будет а затем попросите вырезать вот этот самый иберийский секрет он вообще тогда побросу и цене у вас пойдет чем он хорош смотрите весь в тонких прожилках сала и эти прожилки распространены равномерно по всему куску из него получится отличная свиная поджарка впрочем хватит уже болтать давайте приступать и так что мне понадобится кроме свинского берийского секрета так ну грибочки понадобятся во первых наверное вот эти возьму называются протабелла но те же самые шампиньоны просто коричневые такие они по аромате немножко понадобится еще коньяк ну в данном случае бренди я конечно на французский коньяк натуральный не буду разоряться так а вот здесь выберу даже не знаю что наверное местный буду смотреть вот пример вот этот торрес не знаю что означает вот эти вот пять втерка может пять лет выдержки торрес это коньяк местного производства семейства торресов который захватил по моему уже всю испанию ну по крайней мере очень много вина да вы видели тоже в россии даже торрес продается короче вот это возьму кроме того понадобятся сливки лук шалот маринованные огурчики грибы и шампиньоны в моем случае это портабеллы коричневые шампиньоны королевские так называемые и и петрушка поехали мышцу надо нарезать аккуратными ломтиками поперек волокон смотрите оно по сути как мраморная говядина ведь вот эти прожилки просто обалдеть размер на риски на ваш вкус конечно мне вот нравится такой чтобы на один укус голодного охотника за секретами слишком крупно резать не надо рецепт довольно быстрый по времени и крупные куски просто не успеют размягчиться до нужного состояния теперь маслица такое смотрите экстра вержин зеленые холодного отжима очень ароматная нет конечно можно и на рафинированном жарить но ароматная экстра вержин придает этому блюду свой дополнительный такой неповторимый вкус и он как мне кажется важен вы конечно можете заменить на рафинированное у вас получится что-то другое возможно вам это будет по вкусу если вы уверены что справитесь с такой заменой сможете подобрать нужные вам вкус и ароматы в готовом блюде настроить вот так сказать как гитару настраивают или как другой музыкальный инструмент то конечно меняется обжаривать на огне выше среднего главное тут подрумянить кусочки а значит во первых температура повыше а во вторых не вываливайте сразу много мяса на сковороду лучше частями она же мгновенно остынет мясо досок и будет не обжариваться а тушиться пора и лук добавить пусть тоже начинает обжариваться а я тем временем займусь шампиньонами их надо нарезать пластинками не очень тонкими не очень толстыми так что при обжарке в кашу не расползлись и то чтобы это было особенно важно но эстетичность подачи несколько пострадает конечно и кстати хочу заметить очень часто я слышу такие снобские высказывания что шампиньоны это не гриб эти высказания показывают сегодня что этот человек кроме как магазинных шампиньонов ни разу в жизни не видел если бы он также как он собирает белые грибы когда нибудь выкопал бы из земли на поле настоящий живой шампиньон он бы наверняка изменил свое мнение вот эти вот портабелла они конечно не как натуральные те которые в земле растут в поле пахнут но все-таки лучше чем обычные белые шампиньоны так ну и надо избавить при содержимое сковороды не дай бог подгорит вкус будет полностью испорчен ну и можно уже добавлять грибы их тоже надо поджарить по крайней мере до начала зарумянивания лучше конечно посильнее и перемешать да и посолить можно сразу же процесс идет займусь маринованными огурчиками микропа не огурчик какой-то выбрал специально самые мелкие признаться честно не ради какого-то особенно волшебного вкуса просто ради внешнего вида чем мельче тем симпатичнее мне кажется впрочем и на вкус они тоже неплохи так пора плеснуть бренди я так очень ни разу не пробовал вроде неплохо пахнет ароматный немного магии огня вот сейчас запах идет совершенно сумасшедший ну просто класс у меня такой странный организм запах кофе запах коньяка обожаю а вот пить не тот не другой мне не нравится извращенец близится завершение отложу несколько ломтиков свинины и несколько ломтиков портабелла для украшения готового блюда в конце мы сюда выливаю сливки и перемешать огонь уже пора убавлять до слабого и огурцы сюда же посолить черного перца и опять перемешать надо немного прогреть при слабом побулькивании до загустевания соуса до загустевания до той степени какая вам нужна займет это ну а двух минут до пяти ну максимум до десяти зависит от количества сливок от количества продуктов вашей сковороде и от жирности конечно их короче пока петрушки нарублю а вы по основным этапам готовки пробегитесь для памяти а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok С коньяком, а с бренди, конечно, согласен А теперь то самое украшение Заранее отложенные кусочки мяса, грибов и прочего Этого можно не делать, но если вы приготовите сливок побольше Если вы жирноты не боитесь, то соуса у вас будет много И все мясо, все грибы, которые вы в нем готовили, будут им пропитаны И вот эти кусочки, которые в соусе не побывали Будут более ярко выделяться на фоне вашей красивой тарелки Несколько неиспачканных в соусе огурчиков И петрушка Чтобы легко было опознать, давайте прям вот Это петрушка Все, все видят? И перец Готово Очень такое плотное, сытное блюдо Конечно, к нему надо держать на столе какой-нибудь такой легкий салат Но самые голодные могут, конечно, на гарнир картофана себе наварить Вот я отсюда возьму Или еще какой-нибудь гарнирчик сваргаю Ой, смотрите, какая красота Сколько есть соуса Так, на вкус Ну, я бы сказал, что это отдаленно похоже на бифстроганов Но нет Это очень мягкая, нежная свинина Очень такая прям расползающаяся во рту В очень таком, очень тонком, бархатистом сливочном соусе За счет сливок С остринкой перца И очень хорошо, так сказать, противопоставляют себе вот этой вот сладкости сливок Яркость маринованных огурчиков Это классно Лук тоже, как сливки, дает сладость Если вы положите побольше лука, более сладким будет соус Поменьше, менее сладким Что касается количества соуса Я на вот эти вот почти килограмм мяса 200 граммов сливок положил жирных 35% жирности Если положить те же самые 200 миллилитров сливок Но не 35% жирности, а меньший И чуть меньше загущать Или просто сливок больше положить, меньшей жирности То соуса будет больше И все это ваше блюдо будет наполовину в этом соусе покрыто Тоже, наверное, неплохо на вкус То есть это рецепт очень вариативный Ой, прям не могу я удержаться, еще кусок возьму Обалдеть Короче Берите рецепт на вооружение Выбирайте вот эти самые куски мяса Этот иберийский секрет И готовьте из него Ну, в конце концов, если не найдете Попробуйте приготовить из шейки Тоже, наверное, будет неплохо Хотя не настолько хорошо, как из иберийского секрета Спасибо вам за компанию Спасибо за лайки, дизлайки За репосты За репосты отдельное спасибо Отдельное спасибо Самурию за спонсорство И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok